С Верой в спорт Здравствуйте, Павел Евгеньевич. Илья Чулков, руководитель Федерации ЛФЛ Кировской области и Манежи Новый дом арены. Вот так вот у нас много сегодня Новый дом арены. Все запоминаем, что это единственный новоиспеченный центр, где можно заниматься, будет играть в футбол круглый год. Правильно? Да, на траве. На искусственном покрытии самого высшего уровня последнего поколения. Вот давайте тогда с самого высшего уровня и начнем. Газон самый шикарный. Оборудование установлено самое классное, передовое. Проект откуда брался? Ну, я могу сказать, что это полностью индивидуально разработанный проект, так как наша компания занимается не только строительством, но и проектированием. И наша компания Новый дом. Да, да, да. Соответственно, у нас большой опыт возведения объектов любого уровня. То есть это начиная от жилых домов, заканчивая промышленными, производственными объектами. То есть опыт наших инженеров, опыт наших проектировщиков позволил реализовать этот сложный проект, потому что он действительно был очень сложный. Потому что это не вновь строительство объекта с нуля, это полная реконструкция существующего объекта. Те, кто разбирается в строительстве, должны понимать, что это стоит и с точки зрения трудозатрат, и с точки зрения каких-то ресурсов намного больше, чем это все возвести с нуля. Почему это была реконструкция? Это было связано с тем, что очень сложный земельный участок, который бы подходил по всем параметрам строительства, то есть с точки зрения геолокации, требований, парковок и так далее. То есть у нас, исходя из этих требований, подходил единственный большой объект, который мы сейчас на сегодняшний день еще давно выкупили. Это большая производственная база, и на ней сейчас мы реализуем глобальный проект. То есть Манеж – это только первый этап на этой же площадке, то есть она будет полностью переоборудована в будущем под спортивный огромный комплекс, где будет открытый футбольный стадион на тысячу зрителей. Также, соответственно, там же мы планируем построить еще Ледовый дворец. Поэтому планы у нас большие на эту площадку. Это, кстати, эксклюзив. Да, это эксклюзив. Нет, на самом деле, то есть скоро мы этот проект представим в городе, и мы хотим, чтобы на этой площадке действительно занимались ребята, чтобы она расширяла возможности кировских спортсменов, чтобы они могли на качественном уровне обучаться. Обучаться востребованность в таких объектах и по России, и в нашем регионе, безусловно, колоссальная. Поэтому мы, скажем так, реализовав первый проект, с уверенностью смотрим вперед, понимаем, что все это нам по силам. Потому что когда еще 7 месяцев назад мы сидели здесь и озвучили наши планы, об этом очень много было скептиков. Ну и мы отчасти немножко волновались, потому что на самом деле такие проекты, это нетипичные, они не имеют аналогов. То есть вот объективно я могу сказать, что я изучил практически все объекты, которые у нас в России подобного класса есть. Я могу сказать, что их немного, их по всей России порядка, ну, наверное, 12 наберется, из которых в исполнении таком, как у нас, на сегодняшний день нет ни одного. То есть это либо, соответственно, сугубо какие-то производственные объекты, где просто брошено футбольное поле, с какими-то вагонами, где какие-то вагоны стоят, где люди переодеваются. То есть смысл как бы дешево и сердито слепить из того, что было и обеспечить возможность как бы, ну, играть, при том, что это востребовано тоже. Остальная часть объектов – это объекты тентового исполнения, они имеют огромное количество минусов. Это прежде всего то, что в них очень душно, в них не чувствуется времени дня и ночи, это тоже очень негативно сказывается на ощущении людей, которые там играют. То есть мы рассматривали такой вариант, но мы его, ну, скажем так, отмели, и все равно мы старались сделать фундаментальный объект, который полностью соответствует всем нормам, требованиям по безопасности. То есть это полностью, значит, весь объем разрешительной документации мы получали, это, значит, и разрешение на строительство, значит, и акт ввода в эксплуатацию. Объект соответствует по всем требованиям, еще раз повторюсь, и проект всем нормам пожарной безопасности, соответственно, присутствия людей и является спортивным объектом. А не как во многих других есть, допустим, залы или еще как-то, которые просто организованы в каких-то производственных помещениях, которые, ну, по сути дела, размещать там нельзя. Поэтому мы ставили перед собой задачи, чтобы действительно появился объект высокого уровня. И нам очень приятно, что вот 17-го числа уже это не просто голословно, да, мы говорим, как бы, свое мнение и, скажем так, оцениваем сами себя. Уже специалисты высокого уровня, кто был приглашен, в том числе и Роман Широков, экс-капитан сборной России, это все достойно оценили. Давайте притомозим по 17-му числу чуть попозже еще расскажем. Меня сейчас интересует вопрос актуальности, на самом деле. Проблема назрела. Множество футболистов приходило и жаловалось, что нет хорошего покрытия, нет хорошего стадиона, где можно было его играть. Тем более зимой проблема, где тренироваться. И сейчас вы говорите еще про каток, да, что ледовая арена будет. Тоже хоккеисты приходили сюда, говорили, что мы хотим играть, дайте нам площадку, площадки нет. Да, Илья, вот вы как человек, постоянно играющий, постоянно присутствующий в футбольной среде, как вы оцениваете, насколько действительно такой проект назрел? Насколько он в том месте и в то время появился? Ну, на самом деле, проблема эта назрела. Такой вопрос назрел еще, наверное, лет сколько? 10, 12, 15 назад. Это вообще никогда, не знаю, когда бы это случилось, если бы не Павел Евгеньевич, Алексей, не начали бы мы заниматься в сфере футбола. То, ну, в любом случае, каким бы он там ни был, возможность играть зимой на такой площадке, ну, это плюс вообще для каждого, тем более для детей, для которых он вообще идеален. Вот мы сегодня были там, на улице жара, мы зашли туда, там, ну, легкая прохлада такая и очень комфортно находиться. Играть в 20 градусов, поддерживать естественный свет. Наверное, даже сами не ожидали, что будет настолько там прям приятно находиться. Да, то есть... Мурашки по коже даже пробежались. Если многие думали, что смысл манежа играть летом, да? Да, то это вообще не... Это... Играть зимой. Нет, я к тому, что многие говорили, зачем нам идти в душный манеж играть летом? Если мы можем поиграть на стадионе, это одно из главных заблуждений. Вы просто придите в плюс, там, 30, в плюс 28 в этот манеж, и вы всё поймёте. На самом деле температура примерно варьируется от 17 до 20 градусов. Это самое комфортное условие для занятий и для детей, да, которые, чтобы не бегали на солнце, на солнцепёке, потому что у детей тренировки же они и с утра, и в течение дня, да? Вот, поэтому мы всех ждём, мы всем всё покажем, и вы сами убедитесь, что этот манеж функционирует круглый год в самых лучших для вас условиях. Про газон ещё давайте вернёмся. Откуда он? Ну, вот на сегодняшний день... Кто за ним следит? Значит, на сегодняшний день у нас в России очень много производителей газонов представлено, из которых порядка 80% — это китайское производство, и 20% — это российское производство, да, и европейское производство. У нас газон, значит, компании «Бомарт», который произведён в России, но полностью соответствует всем французским аналогам. То есть этот газон, значит, на котором проводятся Кубки Легенд, в Москве этот газон, который лежит на искусственном поле в Лужниках, в Манеже, значит, этих полей с таким газоном по России не так много, потому что стоимость его достаточно высокая для приобретения. То есть если идти по принципу экономии, можно было бы сэкономить на газоне, визуально бы никто этого не заметил. По качеству было бы отличное. Более миллиона рублей можно было бы сэкономить, просто купив другой газон. Обалдеть. То есть мы сознательно ставили перед собой основную цель — это купить поле максимально высокого уровня. Вот поверьте мне, любой футболист, даже ребёнок, который ходит на тренировки, он, когда выйдет на это поле, вот Роман Широков, он, я думаю, на разных полях поиграл, по России и на мировом уровне поиграл. И когда человек говорит, ну просто, что поле как бы идеальное по всем параметрам, по всем показателям, оно причём идеально подходит как для игры в кедах, в бутсах, то есть, ну, там специально рассчитана мягкость, слой засыпки крошкой и песком, таким образом, что создаётся полное ощущение естественного газона. То есть такого поля нет даже на «Динамо» на сегодняшний день, оно на порядок ниже. То есть вот это основная задача, потому что поле — это самое главное, конечно. Ворота точно так же мы приобретали уже полностью там максимального высокого качества, алюминиевые, лёгкие, чтобы они не были травмоопасными для детей, там, соответственно, которые легко можно было переносить, уносить, порошковые окраски, которые блестят, красиво смотрятся. То есть, ну, это вот просто заходишь, сразу видно, что это другой уровень. Ну, как бы вот мы к этому и стремились. Газон — это отлично, это очень хорошо, но за ним нужно следить, как мы знаем из опыта, который был, опять-таки, здесь, в Кирове, и сейчас имеет место быть. Как будет проводиться работа с газоном? Долго ли он прослужит? Долго ли он будет в таком состоянии, в идеальном? Срок службы его на открытом поле — 10 лет. На открытом поле, ещё раз подчеркну, такого газона — 10 лет. Это при правильной системе дренажа, при, соответственно, правильном уходе за ним, то есть, соответственно, в закрытом манеже, то есть, понятно, что этот срок будет выше. При том, что там отсутствуют все какие-то отрицательные, негативные внешние факторы, соответственно, необходимо ежедневно немножко там его проводить под чистку, ну, просто чтобы поддерживать его в таком вертикальном положении, чтобы травинки там располагались. Ну, такие минимальные косметические моменты выполнять, а так, ну, раз в год проводить эксплуатационные работы с ним в соответствии с рекомендацией завода-произведителем. Всё оборудование у нас для этого есть. Поэтому мы можем сказать, что этот газон будет радовать посетителей манежа ещё очень-очень долго. А скажите, пожалуйста, может ли обычный рядовой кировчанин прийти и посмотреть? Вот правда ли всё, что вы тут сейчас говорите? Или нет? Как это проверить? Конечно, он может прийти в любой момент. В принципе, то есть 17-го числа у нас произошло техническое открытие. Мы к нему попозже завернем. Техническое, да, заметим. Техническое открытие. То есть сейчас у нас есть 2-3 недели для того, чтобы доделать весь наш проект, для того, чтобы уже любой арендатор, любой желающий, любая детская школа, любая команда пришла, взяла время в аренду и спокойно поиграла. Нам этого времени, да, Паш, должно хватить? Да, и я хочу, скажем так, продолжить мысль Веры о том, что нельзя приходить смотреть, надо брать бутсы и приходить играть. Вот это самое главное. То есть с 1 июля манеж полностью будет открыт и для арендаторов. Там начнется чемпионат LFL 6 на 6, поэтому... То есть Динамо принесен чемпионат... Нет, Динамо идет 8 на 8 формат, общий мировой, да? То есть мы четкое разделение сделали. Есть формат общий мировой 8 на 8, есть 6 на 6. То есть достаточно формат активно развивающийся по всему миру. Опять же, до нас просто адектирует и доходит все с опозданием, как обычно. Я уверен, что всем понравится именно этот формат и именно игра. Он более динамичный получается, да? Он более динамичный, еще раз говорю, это аналог Кубка Легенд, который все мы смотрели не раз. Каждый год сборная России становится чемпионом, ни разу она не проиграла в финале. Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу, да. Поэтому аналог именно Кубка Легенд. Приходите, на самом деле, возьмите с собой сменную обувь, возьмите мяч и сделайте эксплуатацию. И надо понимать, что да, то есть что такое техническое открытие. Манеж у нас полностью готов по всем параметрам. Это в основном административная работа, которую сейчас нужно организовать, чтобы можно было принимать уже людей, полностью их обслуживать. То есть чисто по строительно-технической части манеж полностью готов. В конце мая он введен в эксплуатацию официально. То есть этот период мы ввели доделки, мебелировку, еще какие-то моменты выполняли. То есть с 1 июля весь спектр услуг манеж будет уже предоставлять. Мы заботимся основное, чтобы у нас были эти параметры безопасности, комфорта, удобства и положительных эмоций, которые люди получают абсолютно от нетипичных для Кирова условий. То есть это все сейчас уже есть, все работает, все было оценено гостями. Давайте это сразу же по 17 лет. Да, то есть было приглашено, мы адресно пригласили разного рода людей. То есть это, соответственно, были люди и ветераны, это были люди из футбольной среды. Ну, это их большая часть была, чтобы они могли воочию оценить то, где они будут играть, где они будут тренироваться. Это были представители и тренера детских школ. То есть, соответственно, это, понятно, был приглашенный гость, самый серьезный, известный достаточно человек из того перечня, кого можно было бы привести. Это, я могу сказать, максимально такая фигура, которая еще недавно блистала на футбольных полях. Это тоже не какой-то забытый спортсмен, а это для детей 12-летних. Тот человек, кого они еще помнят в играх за «Спартак», «Зенит», «ЦСКА» и долго еще будут помнить. И эти люди, их было порядка 150-100 человек, которые пришли, они смогли все уже оценить, пройтись по раздевалкам, смогли посмотреть полностью инфраструктуру, пощупать траву, попинать мяч. Такая возможность была у всех. И сейчас в сети огромное количество материалов в наших группах. То есть, соответственно, если кто воочию еще как бы не доберется, то могут оценить это все в фотоматериалах. Вот я могу сказать, что с июля будет еще все интереснее выглядеть. То есть, мы на визуализацию тоже акцент делаем, соответственно, оформление внутренней манежи. Но вот когда у нас будет официальное открытие в первых числах сентября, там уже будет прям вообще все уже максимально в том виде, в каком это будет существовать, я думаю, долгие-долгие годы. Тогда расскажите, что же будет такое в сентябре? Зачем нужно еще делать официальные открытия? Мы сейчас объясним. В сентябре у нас будут открытия. Мы идем к этому лучшей школы детской в Кировской области. Так, об этом еще попозже расскажем. Это будут лучшие тренера с лучшей инфраструктурой, которую мы предоставляем. Наконец-то у наших детей будет возможность круглый год играть в отличных условиях. Это огромный шаг для детского спорта в нашем регионе. Мы, если честно, белой завистью завидуем всему молодому поколению, потому что, честно, я, например, мечтал об этом всю жизнь, когда занимался футболом. Это очень здорово. Для нас, на самом деле, самое главное – это видеть, как дети радуются, улыбаются, развятся и получают, на самом деле, удовольствие от игры в футбол. Это раз. А во-вторых, видеть удовольствие от родителей, которые в комфортных условиях, могут смотреть теперь на тренировки своих детей, пить, условно, кофе, сидеть, наблюдать, не где-то там в машине. На девайчике смотреть телевизор. Да, да, это очень удобно. Видеть детей своих через витражные окна, видеть их с трибуны. Видеть их успехи, наблюдать. Это не где-то там в какой-то толкучке. То есть мы, по сути, на самом деле максималисты и в плане инфраструктуры, и в плане какой-то там эстетики. И поэтому мы все это пропускаем через себя. Вот если нам комфортно, то мы считаем, что и другим будет комфортно. То есть мы уровень не делаем. А, ладно, давай так вот сделаем. Придут, потом что-нибудь поменяем. Нет, мы сначала доводим до высшего потолка, чтобы всех все устроили. Ну, я объясню. То есть у нас, когда мы разговаривали здесь вот на Эхе и обозначали сроки тестового открытия в февраль месяц, вот на самом деле наши планы благодаря нашему максимализму немножко затянули процесс. Но я могу сказать, благодаря вот этому всему манеж получился в совершенно другом, совершенно более качественном уровне, чем мы его даже представляли. Это только за счет того, что мы по России не видели примеров таких. Мы ориентировались на более простые варианты. Но когда мы стали заниматься разработкой проекта, мы сошлись во мнении, что нельзя экономить именно на качестве. И нужно дать действительно объект, который во всех смыслах отчасти даже не имеет аналогов и по провинциальным городам, скажем так, даже по региональным центрам. То есть вот как бы там мнение Романа Широкова на эту тему уже прозвучало, потому что мы в диалоге, он сказал, что даже в Москве таких манежей их практически нет. Есть крупные государственные манежи, которые построены за сотни миллионов, которые действительно призваны обеспечивать потребность клубов, премьер лиги подготовки. Но уж точно в городе, где нет профессиональной футбольной команды, ни в одном такого объекта нет. Пока нет. Поэтому это случилось не в феврале, так скажем, марте, а случилось в июне. Ну и слава Богу, потому что это случилось в том виде, в котором действительно, за которое не стыдно. То есть вот мы на самом деле, когда последний день у нас подготовки был к мероприятию, мы вот уже все там, когда тушили свет до ночи, до ночи мы с пониманием как бы полного ощущения выполненного долга. С чувством катарсиса. Да, с чувством катарсиса на тему того, что вот все, это вот получилось, это сделано, и мы понимали, что завтра уже все будет, и все это пройдет. И сейчас вот настолько легко туда заходить, потому что ты понимаешь, что все это уже, как говорится, для нас это в определенном роде история, то есть история строительства. Начало другой новой истории сейчас, история его работы и тех проектов, которые будут внутри уже реализовываться, потому что сам проект вот он реализован. Да, я почему вообще уверен в нашей работе, что у нас все и дальше будет получаться, потому что мы постоянно перед собой ставим новые цели и задачи. То есть мы не так, что взяли, открыли манеж, ну все, сдавайте, давайте будем в аренду, сдавайте все. Нет, видите, мы заботимся на самом деле о поколении наших детей, то есть мы хотим помимо школы открыть, открыть стадион, Ледовый дворец и так далее. Вот пока у нас идет... Гланы колоссальные, конечно. Вот пока у нас идет в голове наши мысли, цели и задачи, я думаю, что у нас на самом деле все будет получаться. Ну и мы, я еще раз повторюсь, наверное, это будет очень важно для всех любителей футбола и родителей, которые воспитывают свои детей. Мы не ставим цель как-то в какой-то степени разрозненность в футбольном обществе какую-то посеять именно в подготовке. Мы наоборот хотим объединить, я могу сказать, что скоро будет очень много интересного в этом плане, то есть касаемо именно вообще всей детской среды подготовки футбола в Кирове, в Кировской области, потому что мы ставим курс на объединение усилий, как бы конкретно в ША-5 на сегодняшний день, чтобы это был очень интересный единый процесс подготовки специалистов. Скоро мы как бы об этом тоже уже публично объявим, но я могу уже сейчас сказать, что, ну, как бы сказать, предвосхищая, скажем так, ваш вопрос, наверное, будет ли возможность у представителей, которые играют и занимаются в муниципальных школах, там тренироваться. Кому-то спецсловие, наверное, вас будет. Я могу сказать, что эта возможность будет, и эта возможность будет именно благодаря тому, что мы такие цели перед собой ставим, и мы в любом случае сотрудничество, которое будет направлено на развитие ребят, именно в качественном плане, мы его реализуем на 100%, и дети получат возможность в этом манеже тренироваться. Да, кстати, чтобы вы понимали, это второй эксклюзив, об этом еще вообще никто не знает, вы первые. Тут большие изменения в плане детского футбола в нашей области, это мы с уверенностью можем сказать. Но об этом мы заявим уже чуть попозже, подготовим, когда все официально. Да, очень интересно, заинтриговали. А давайте пока разберемся с тем, как будет проходить работа, вот именно ваша работа с детками, с юными футболистами, у которых будет большой футбольный успех, я уверена. Илья, расскажите, как эта работа будет проводиться, насколько я понимаю, что вы будете курировать направление именно детского спорта? Ну, сейчас появляется все больше и больше направлений у нас, поэтому, может быть, мы, скорее всего, специалистов именно детских будем привлекать для этого. То есть мы сами всем... Кировских или иногородних? Ну, пока кировских. Просто если мы сейчас начнем раскрывать все карты, это главное перейдет к нашему грандиозному проекту. Вот в чем дело, поэтому... Я бы стараюсь на это вывести. Ну, нет, давайте мы когда уже точно все подготовим, потому что такого на самом деле у нас в Кирове не было, и мы об этом заявим официально чуть-чуть попозже. И обо всей работе мы заявим, еще раз говорю, такого не было, честно, в области. Давайте пока то, что можно рассказать, потому что здесь наше все, наше будущее. Тем более, если мы нацелены с вами создавать футбольную команду, да, профессиональную, кировскую, то именно отсюда ты должен... Ну, если в двух словах, то почему это будет одна из лучших школ спортивных? Потому что в ней будут лучшие тренера раз, лучшая инфраструктура два, в-третьих, тренера постоянно будут развиваться. Как это будет делаться? Потому что будут постоянные мастер-классы, постоянное отправление тренеров на повышение квалификаций. А что дают мастер-классы? Это, во-первых, на самом деле дети получают какую-то дополнительную информацию от звезд мирового футбола, потому что я считаю, что тот же Роман Широков – это звезда, так или иначе мирового футбола. Это событие для детей. Это событие для детей. Плюс я считаю, что для развития тренера очень важно получать какую-то дополнительную информацию не только в четырех стенах нашей Кировской области, а выезжать на различные тренинги в другие, кстати, подчеркну, не только города России, но и другие страны. Выходы у нас на это есть. В других городах эта система уже давно налажена. Поэтому еще раз говорю, у нас цели поставлены, мы их обязательно выполним. Об этом вы обо всем узнаете в ближайшее время. Ну и мы ставим сейчас задачу именно в плане воспитания молодого поколения футболистов, чтобы у них была возможность быть увиденными там, где, соответственно, у них будет шанс реализовать себя. То есть это в школах и в будущем в клубах РПЛ. Соответственно, сейчас у нас эта проблема присутствует, потому что у нас очень маленькое представительство на каких-то турнирах. Соответственно, сюда очень мало, в Киров приезжает команда на просмотр еще как-то. Ну и просто коммуникации объективно на сегодняшний день нет. Если вы видите по привозам, допустим, нами известных футболистов в город Киров, которые за последний год, я даже скажу, зачастили, наверное, к нам, если брать того, что футбол у нас в Кирове нет. Ну, на ушел только сколько ездит. Постоянно. Я могу сказать, что это количество таких привозов увеличится, и благодаря таким привозам и нашим, скажем так, развитым коммуникациям и в Москве, и в футбольной среде мы имеем доступ к тому, чтобы вывести группу ребят, действительно, там, допустим, 10 талантливых ребят на просмотр в Краснодар клуб. Пожалуйста. То есть, если родители потом будут готовы их, допустим, там, двум-трем предложат остаться в Академии Краснодара, то есть, они будут делать выбор, продолжат ли их, они будут видеть, что у ребенка есть шанс продолжить карьеру, не просто хобби футбол, а карьеру футболиста сделать. И они уже сами будут выбирать, насколько им это интересно. Поверьте, есть очень заинтересованные люди, но которые не знают, как это сделать. Мы знаем, как это сделать, и мы это обеспечим. И хотелось бы, даже при том, что будет или не будет у нас профессиональный клуб здесь, в Кирове, это немножко другой вопрос, других интересов, скажем, тут уже... Ну и вопрос времени, пожалуйста. Вопрос времени, да, то есть, он не возникнет ни из ниоткуда, мы должны сформировать фундамент. Фундамент – это ребята, которым сейчас от 7 до 12 лет. Вот давайте так возьмем. Я могу сказать, что если брать этот возраст от 7 до 12 лет, то в течение, я могу сказать, 7-10 лет, я могу вот просто с уверенностью сказать, у нас эта команда появится. И, поверьте мне, найдутся и инвесторы, когда будет поколение, в которое можно вкладывать, которое будет способно показывать результат. А на этом этапе, пока это становление идет, вот эти кировские ребята, они могут оказаться в клубах премьер-лиги, и мы увидим еще, может быть, через 2, 3, 4, 5 лет ребят в разных клубах, начиная от «Спартака», заканчивая какими-то другими клубами. Потому что на сегодняшний день представительство вятских воспитанников, кировских воспитанников футбола, увы, в премьер-лиге оно минимально. Ну, это на самом деле так. То есть, если брать вообще, кто откуда родом, есть намного меньше города по численности, но которые дали больших воспитанников, благодаря тому, что там на качественном уровне было поставлено и поставлено детский футбол. В плане даже одной-двух спортивных школ, в котором это на высоком уровне выстроено, и у которых есть коммуникации с другими какими-то федеральными школами, федеральными клубами, они, соответственно, своих игроков дали больше российскому футболу профессиональному. А у нас область, ну, увы. Потому что, ну, проблемы эти были. Сейчас мы на правильном пути, по крайней мере, все это видят, мы это видим. И сейчас главное вот в этом вопросе объединить усилия. Это безусловно, то есть вот... Почему у нас Родина всегда играла хорошо, когда она добивалась высоких результатов? Благодаря качественной подготовке именно детской. На сегодняшний день у нас что происходит? Команда играет плохо. Почему? Потому что все, кто мало-мальски, здесь молодежка всех выигрывает, наша молодежь. Но как только они выходят в стадию того, когда они готовы подписывать контракты, они, конечно, уезжают, исходя из тех предложений, которые им делают сразу же. То есть вот примерно тенденция этого процесса, она схожа и с Кировым. Просто в Кирове у нас детская-то футбольная школа, которая на сегодняшний бы день действительно на таком уровне воспитывала бы порос футболистов, ее, увы, нет. Слушайте, ну, то, что вы говорите, это все очень круто, очень классно. Но возникает вопрос. А есть ли такие родители в Кирове, которые могут позволить себе финансово обеспечить своим детям именно то будущее, о котором вы говорите? Я точно могу сказать, что есть. Я сейчас попытаюсь вам доказать. Вот смотрите. Это вопрос стоимости вот всей той красоты, которую вы описали. Чтобы вы все понимали, и наши телезрители, да, и радиослушатели понимали. Мы, когда привозим людей к нам в Кировскую область, да, будет там Александр Панов, Кирилл Деметьев, Роман Широков, мы этих людей не просто привезли и сказали им все, до свидания. Мы с этими людьми общаемся, мы налаживаем через них контакты с другими людьми. Эти люди нам помогают советами, и через этих людей мы уже выходим на других людей, которые имеют большое влияние на футбольную сферу, уже общероссийскую. Поэтому у нас появляются большие возможности в плане, так скажем, представлять ребенка уже, вот как Павел сказал, в различные другие клубы. Что касается финансовых затрат, это все такой миф, когда вот вам говорят, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок заиграл и стал профессиональным футболистом, вам нужно миллион там потратить на него, да, без денег никто никуда не возьмет. Нет, нужен талант и нужно усердие. Только из этого... Ну и коммуникации, чтобы его... Да, и коммуникации, да. И только из этого может сложиться итоговый результат. А как ребенка уже, так скажем, представить какие-то клубы, да, вот там российская премьер-лиги, там, ну, просто клубы России, это уже мы будем этим заниматься. Еще раз говорю, коммуникации налажены, и это не последние люди, которых мы привозим, и которые будут нам давать потом отдачу в плане каких-то связей. Чтобы вы понимали, мы с этими людьми продолжаем общаться постоянно. Тот же Роман, когда вот приехал сейчас в Москву, да, мы с ним уже не раз списывались. То есть это... Фоточки лайкает, да. Ну вы все, да, да, да. Ну потому что мы, вот вы поймите, они приезжают тогда, когда мы... Вот я уверен, если бы поступило предложение, там, не знаю, приедьте к нам по линии Министерства спорта, он сказал, зачем, как бы это все делается на дружеском, человеческом уровне. То есть мы объясняем... Даже по линии Министерства... Мы объясняем ситуацию конкретно, что вот у нас вот в области такая ситуация. Мы вот такие, скажем так, молодые ребята, которым это все не безразлично, у которых там, ну, какие-то есть наработки, ресурсы. Вот мы это делаем, мы это сделали. И, соответственно, нам бы хотелось, чтобы, ну, благодаря, допустим, тебе, Роман, поколение вот новых футболистов у нас в Кирове появилось. Это совершенно другие мотивационные механизмы, нежели там какие-то канцелярские вещи. И люди, они никогда нам не скажут, так, я поеду за миллион или там за 500 тысяч, так и не поеду. Вот поверьте мне, многие люди, ну, они готовы приезжать даже бесплатно. Приезжать бесплатно, потому что они видят здраво полностью то, что мы делаем, и как это все выглядит, для чего это все. Мы его не привозим для того, чтобы мы на этом зарабатывали деньги. Мы делаем это для того, чтобы люди увидели, что, может быть, по-другому, что, может быть, вот такое поле, может быть, вот здесь Роман Широков находится, может, с вашими детьми там, не знаю, заниматься, они могут увидеть. И это же можно ввести в систему. Ваша задача только, ну, скажем так, любить футбол, заниматься им и правильно реагировать на вещи. Вот и все. Воистину. Ну, еще очень много, на самом деле, хочется поговорить в рамках данной программы, но не успеваем. Мы можем на две программы вам наговорить. Отлично. Давайте сразу догадимся, что в следующий раз вы приходите, потому что у меня уже список вопросов есть. Очень хочу еще упомянуть в самом конце программы. Пока зимой, который сегодня в нашей студии состоялся, Алексей и Илья сидят в очень крутых футболках. Что это такое? Откуда это? Помимо того, что мы занимаемся именно, предоставляем футбольные, там, скажем, услуги, да, у нас есть федерация футбола, мы обвинили команды именно в нашей федерации. Наша главная задача была еще и создать околофутбольное движение. Популяризация футбола, массовое движение. Это была целая единая семья футболистов, да, которые, ну, объединены были не только вот футбольной жизнью, но еще раз говорю, околофутбольной. На улице видели друг друга издалека, махали ручки. Да, это элементарно те же наклейки на автомобиле, да, ты уже знаешь, что едет, там, участник единой лиги ЛФЛ. Либо вот, пожалуйста, вместе с нашими друзьями мы разработали отдельную линию одежды, вот, в которой... Дизайнерский сутшот. Да, дизайнерская, это ЛФЛовская одежда. На Илье сейчас представлено. Ну, не только на мне, еще очень много людей ходят и подходят постоянно, то есть спрашивают, где, где достать, в общем, мы подсказываем, да, и скоро вы, наверное, тоже будете ходить в этом. Я вот, например, сегодня в футболке футбольного клуба Академия, это ребята, которые создали команду специально для ЛФЛ, ездили на региональные клубки. В 18-м году, вижу, даже создали. Да, они создали ее в 18-м году, и я за то, чтобы у большего количества команд, помимо футбольной формы, был еще какой-то так, ну, сейчас жаргон такой популярный, мерч, да, как бы. То есть я за то, чтобы вот это все было у нас в единой лиге ЛФЛ, я считаю, что это объединяет, и это жизнь делает просто ярче и интереснее. Да и спорт объединяет, и это жизнь ярче и интереснее, и благодаря как раз от компании молодых людей, которые сегодня в студии собрались, футбольная жизнь Кирова точно стала за последние годы ярче, насыщенней, и то ли еще будет, да, как обещаю. Это только начало. Это только начало. Мы всегда говорим только про работу хоккейна, да, и баскетбол. Но с баскетболом пока сложнее, потому что мне это далековато. Пляжный футбол может быть. Все, можно учиться. Итак, сегодня в студии был Павел Шахалеев, президент Федерации ЛФЛ Кировской области, руководитель проекта строительства Манежа Новый дом Арена, футбольного Манежа, крытого, единственного в Кирове, подчеркну, на данный момент и, наверное, надолго. Алексей Куклин, директор ЛФЛ Кировской области и Манежа Новый дом Арена, Илья Челков, руководитель Федерации ЛФЛ Кировской области и Манежа Новый дом Арена. Ребят, спасибо вам большое, большие дела делаете. Вам спасибо. Спасибо, что позвали. До следующего эфира. Всего доброго. Пока. Счастливо.